Доброе утро, дорогие! Лето в разгаре. Ну, какое есть оно у нас такое лето, да? И очень многие от такого уральского лета стремятся куда-то в жаркие края. Многие из тех, кто стремился, увы, столкнулись с непредвиденными сложностями. И я имею в виду, конечно, вот эту волну банкротств туроператоров, которая прокатилась по стране. Это очень неприятно, очень тревожно. И сегодня я разговариваю с гостем, который с профессионализмом, с полным, со всей уверенностью может нам рассказать об алгоритме действий в случае возникновения вот такой ситуации в вашей жизни. Я приветствую в нашей студии Татьяну Поздерину, главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Татьяна Петровна, доброе утро. Ну что ж, вот вы мне успели перед эфиром сказать, что туризм сейчас это одна из самых горячих тем в вашем отделе. Много ли пермяков обращалось с вопросами, может быть, с жалобами, с претензиями вот по поводу этих историй? Ну, по поводу вопросов и обращений я могу сказать только следующее. Мы каждый день консультируем по горячей линии Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. И всегда есть вопросы от наших потребителей о том, как поступать в случае банкротства туроператоров, в случае несовершения оплаченного, но тура. Вопросы эти есть. Ну вот давайте сейчас представим, что нас слушают люди, которые уже пострадали. Как правильно оформить претензию к туроператору, если путешествие за границу не состоялось по его вине? Я понимаю вопрос. Здесь надо объяснить следующее, что в данном случае, да, вот если происходит такое обстоятельство, что тур не совершен. Прежде всего, вот надо тут обратить на такой документ, как договор о реализации туристского продукта. Он должен быть у туриста, либо иного заказчика. И вот в этом договоре реализации туристского продукта, там среди существенных условий должно быть такое условие о возможности обращения туриста обратиться за возмещением к страховой организации, либо банков-гаранту, предоставившему финансовое обеспечение, в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств туроператорам по договору реализации туристского продукта. То есть, если мы узнаем, что мы еще вот Российской Федерации, мы еще не выехали, но мы узнаем, что наш туроператор банкрот. Что нам надо делать в этом случае? Конечно, всего, прежде всего, поднять договор и посмотреть, кто же предоставил финансовое обеспечение данному туроператору. Потому что это одно из существенных условий договора. Там должно быть указано номинование этой организации, его местонахождение, почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты. Кроме того, размер финансового обеспечения должно быть указано. Исходя из этого, мы направляемся к туроператору и узнаем, принимаются ли претензии, требования. Забираем паспорта, сданные на оформление виз. Пишем письменное требование к страховой организации за страховым возмещением в случае неисполнения туроператорам обязательств по договору, либо выплате денежной суммы по банковской гарантии, в котором указываем все свои реквизиты. То есть в произвольной форме фамилии, имя, отчество, условия, почему мы обратились. Дальше что? Прикладываем документы, копию паспорта, копию договора о реализации туристского продукта. При этом мы также предъявляем еще и оригиналы. Дальше документ, подтверждающий наш реальный ущерб. То есть неисполнение. То есть платежку какую-то, да? Нет, не платеж. Это может быть не платежка. Или договор. Это может быть договор. В договоре сумма указана. Это может быть какое-то официальное сообщение о том, что туроператор банкрот, что не состоится этот тур. Да, также можно документ предъявить, подтверждающий, что мы оплатили эти услуги, но мы не можем ими воспользоваться. Правильно говорите, да. И кроме того, надо обязательно предъявить копию письма, полученного от туроператора, об отказе в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя о возмещении понесенного ущерба. В принципе, документов немного. И иные документы ни страховая организация, ни банковский гарант не вправе требуют. Я думаю, что вот сейчас, если кто-то не запомнил полный список и, так сказать, перечень всех этих действий, вам позвонить? Конечно. Вы в любое время даете консультации, да? И давайте еще вот в двух словах буквально напоследок. Известно, что на пермском рынке работают не туроператоры непосредственно, а турагенты, которые заключают договор с туроператором и здесь уже реализуют услуги. Они несут ответственность перед потребителями? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы еще хотела обратить внимание наших потребителей о том, что вот эта информация, она представлена, во-первых, на нашем сайте Управления Роспотребнадзора официальном, на официальном сайте Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека, на сайте Ростуризма, Министерства культуры Российской Федерации. Нет, пожалуйста, звонить можно. Почему? Можно. Можно. У нас каждый день работает горячая линия. Можно и письменно обращаться. А по поводу турагента. Турагент не несет ответственности за банкротство туроператора и тем более не несет ответственности перед туристом за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение туроператорам по услугам, входящих в туристский продукт. За качество туристских услуг, за безопасность отвечает только туроператор на основании статьи 9 закона об основах туристской деятельности Российской Федерации. Турагент продвигает и реализует туристский продукт. То есть в его офисе бессмысленно топать ногами и биться головой о стенку. Сейчас я подчеркну. Он его продвигает и реализует на основании договора с туроператором, где также должно быть условие о возможности туриста обратиться за страховым возмещением в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения туроператором условий по договору. Турагент несет ответственность. Он несет ответственность за непредоставление информации, либо ненадлежащей информации. Это я говорю о тех самых существенных условиях договора. Ведь турист, он же заключает договор с турагентом. Он у него покупает этот туристский продукт. Он с ним заключает договор. И вот в этом договоре должны быть отражены существенные условия, которые должны включать сведения, во-первых, о туроператоре, о его реестровом номере и также о возможности туриста обратиться. Вот на это обращать внимание. Татьяна Петровна, спасибо большое за исчерпывающую консультацию. Надеемся, будем вместе с вами надеяться, что все-таки пострадавших у нас больше не окажется. Вам удачного дня, а вам, уважаемый, напоминаю, что по вопросам банкротства туроператоров нас сегодня консультировала Татьяна Позделина, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Путешествуйте, но с умом и безопасно, с надежными операторами. Продолжение следует...